Всем доброго дня! Мы рады приветствовать вас у нас на портале обучения и саморазвития. Сегодня мы с вами поговорим о цветах и системе поясов в Айкидо по порядку. Достигнутый уровень владения техниками Айкидо у занимающегося этим боевым искусством, как известно, определяется его ученической кью или мастерской степенью дан. При этом для визуализации успехов каждого отдельного Айкидоки была придумана система поясов в Айкидо по порядку, отражающая уровень его мастерства. Белые, желтые, синие, коричневые, черные пояса. Разнообразие цветовых различий даже в одном додзё может быть достаточно богатым. Эта градация оказывается очень удобной. Зная, какими уровнями соответствуют цвета поясов Айкидо, вы сможете точно определить достижение Айкидоки в постижении этого искусства. Особенно это важно для новичков, которые в любой момент тренировки могут подойти к старшему товарищу и задать интересующие вопросы. Так, сколько поясов в Айкидо и какие цветовые различия у каждого степени мастерства? Давайте разберёмся. Цвета поясов в Айкидо по порядку. Последовательность цветов поясов в Айкидо в зависимости от стиля или даже школы в рамках одного стиля может существенно видоизменяться. Так, в некоторых додзё вы можете увидеть Айкидок только с двумя типами поясов – белым и чёрным. Где-то можно заметить промежуточный вариант – коричневый пояс, символизирующий скорый переход из разряда новичков в мастера. Тем не менее, чтобы не углубляться в особенности каждой школы в отдельности, рассмотрим цвета поясов в Айкидо максимальной градации. Поясная система Айкидо Айкикай Шестой кю Белый пояс Первоначальный ученический уровень традиционного стиля Айкидо. Строго говоря, что перед сдачей на шестой кю, что после неё, Айкидока носит белый пояс. Пятый кю Жёлтый пояс Торжественно вручающийся Айкидоке после успешной аттестации. Четвёртый кю Красный пояс Символизирующий углубление знаний и техник Айкидо по сравнению с предыдущим уровнем. Третий кю Зелёный пояс Очередная ступенька в поясной системе Айкидо и роста Айкидоки как ученика. Второй кю Синий пояс Соответствующий достаточно высокому уровню владения техниками Айкидо. Первый кю Коричневый пояс Его обладатель после успешных тренировок может рассчитывать на получение первой мастерской степени. Первый Десятый Дан Чёрный пояс Которое носят все мастера Айкидо выше первого дана. Пояса по порядку в Айкидо Йосинкан. Десятый, девятый и восьмой кю Белый пояс в школах Йосинкан, где аттестация учеников начинается с десятого кю. Седьмой кю Жёлтый пояс Первый цветной пояс в Айкидо Йосинкан, как и предыдущие степени, отсутствует в традиционном Айкидо Айкикай. Шестой кю Оранжевый пояс Очередная точка роста бойца в градации поясной системы Айкидо. Пятый кю Зелёный пояс Вручается Йосинкановцам, достигшим соответствующего уровня мастерства. Четвёртый кю Синий пояс Последняя ступенька перед получением старшей ученической степени. Первый, третий кю Коричневый пояс, соответствующий старшим ученическим степеням Айкидо. Первый, десятый дан. Чёрный пояс, признание высокого мастерства Айкидоки. Негласный этикет в Айкидо градации поясов Поскольку разные стили и школы Айкидо часто придерживаются своих собственных градаций в поясной системе, было выработано негласное правило посещения больших спортивных мероприятий, позволяющее сделать мастерство учеников более очевидным. Айкидоки, имеющие младшие ученические степени, пояса от белого до синего приходят в белых поясах. Обладатели коричневых и чёрных поясов оставляют их на своих бёдрах. Таким образом, всех посетителей можно разделить на три группы – младший ученик, старший ученик и мастер, что чётко определяется цветом пояса в Айкидо. Пояса в Айкидо На любом крупном спортивном мероприятии, будь то фестиваль Айкидо, показательное выступление или семинар какого-либо выдающегося мастера, можно заметить не только обилие разноцветных поясов на бёдрах Айкидок, но и самые различные нашивки на них. Как правило, это японские иероглифы, которые действительно смотрятся очень эффектно. Нашивка на пояс – это дело добровольное и сугубо индивидуальное. Некоторые школы практикуют нанесение на пояса занимающихся, например, символики клуба. Так что никакого бонуса к мастерству Айкидоки эта нашивка не прибавляет. Чисто декоративный и модный приём для отображения клубом своей индивидуальности. Нашивки на пояса Айкидо чёрного цвета имеют более глубокий смысл. После сдачи экзамена на первую мастерскую степень, боец получает именной чёрный пояс, на котором золотыми нитками вышивается его имя в японском варианте. Таким образом, мастер и его пояс окончательно становятся единым целым. Техничность и духовность сливаются воедино, что и символизируется этой нашивкой. Поясная система в Айкидо и мастерство. К сожалению, многие Айкидоки основной целью посещения тренировок делают сдачу экзамена на очередной более тёмный пояс. Акцент на самосовершенствовании практически не ставится. И оказывается, что за цветом пояса Айкидо абсолютно ничего не стоит. Ни эффективная техника, ни понимание Айкидо как боевой системы, неуверенность в своих силах. Повышение мастерства и оттачивание эффективных техник отходит на второй план, в то время как скорейшее получение зелёного, коричневого или чёрного пояса возводится в первоочередную ступень. Это в корне неверный путь. В конечном счёте неважно, какой цвет пояса Айкидо старше, ведь, как говорится, бьют не по поясу, а по морде. Каждый Айкидока должен особое внимание уделять своему росту, а уж по мере освоения принципов Айкидо размышлять о получении очередного пояса. Иными словами, на татами нужно совершенствоваться от тренировки к тренировке, расти в собственных глазах, достигая постепенно всё лучших результатов, в том числе в системе поясов Айкидо. Только когда внутреннее чутьё подсказывает, что вы готовы к очередной аттестации, можно задумываться о смене цвета пояса. И, конечно же, обязательно стоит прочитать другие наши материалы по этой теме на нашем портале обучения и саморазвития. Узнайте, какие существуют данные в Айкидо по порядку, как мотивировать себя заниматься боевыми искусствами, как эволюционировали боевые искусства со временем и прочитайте несколько интересных притч о боевых искусствах Востока. На этом мы прощаемся с вами. Желаем вам хороших успехов, достижения целей и результатов. И самое главное – здоровья! Но на этом ещё не конец, вернее, всё только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться всё успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное – общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши своё мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт – Портал обучения и саморазвития, где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдёшь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное – не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым своё видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать ещё мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok